добрый день дорогие друзья вы на канале питомника мари мистик сегодня 25 июля 2024 года меня тут буквально вчера спрашивали почему я давно не показывала своих морских свинок американских тэдди какие у нас новости и есть ли у нас новорожденные дети до сегодняшнего дня детей у нас не было и только сегодня наша красотка лаки родила трех прекрасных ребяток которых я вам показываю папа этих деток марсель и для друзей подписчиков нашего канала кто с нами давно тот прекрасно понимает мою радость те люди кто помнят как 17 в ночь 17 на 18 ноября родилась в нашем питомнике мари мистик лаки красавица наша белоснежка от нашей плюшеньки и нашего мальчика бонуса трехцветного самца я действительно не планировала вязать лаки так как она была маленького размера друзья и подписчики моего канала помню с чего все начиналось как мне как мы боролись все вместе за жизнь нашей лаки когда она рождена была малышечкой с весом 70 грамм и долго она имела маленький вес долго росла на кашках это та самая ласковая девчонка которая бегала за моими руками в поисках кашки которую до сих пор любит вот для лаки кашка теперь можно лаке дать петрушку потому что беременным нельзя петрушку огурцы она у нас не любит не знаю я вот все равно на всякий случай принесла два свежих огурца из теплицы потому что лаки почему-то ну вот как-то не пьет воду вот есть сейчас надо для кормления детей много жидкости и молочка воду она не пьет не из поилочки не из мисочки огурцы она не ест но она хорошо есть зелень и вот эти кашки так называемые это отруби овсяные замоченные водички кипяченые ну где-то 40 градусов и вот их она замечательно с детства есть она с ним приучена малышей вы посмотрите уже начинают пробовать травку малыши сегодня рождены это помет на боковку д американских теги у меня немного и я не очень опытный заводчик морских свинок в целом так что вот сейчас мы с вами вместе взвесим ребят и попробуем посмотреть по крайней мере просто зафиксировать на видео камеру кто из них мальчик кто девочка я предварительно посмотрела мне показалось что здесь у нас два мальчика и одна девочка так это или не так я не знаю примерно сейчас у нас уже где-то 6 часов вечера значит примерно где-то но не меньше 9 часов этим ребятам от рождения ну как вы видите лаки замечательная мама сейчас я просто помыла клетку и только-только ее сюда переселила она скорее начала кушать кашку свою любимую до этого она постоянно сидела с детишками и собственно говоря кормила их молочком ну или мне так казалось потому что ну детки постоянно сидели около ее сисечки давайте пока мама кушает мы с вами взвесим детей я не знаю можно ли это назвать вес при рождении с учетом что вот как-то получилось так что я в это время спала когда эти дети появились на свет может быть они в 6 утра появились тогда им где-то часов 12 от роду но вот примерно как-то так значит сейчас минутку я весы на ноль выставлят у меня тут ай-яй-яй убегает сейчас грамму вроде бы поставила на ровную площадку а весы показывают неверно пустые весы при включении показывают мне минус 4 грамма так на нулях а вес у нас не нужны граммы миллилитры вот граммы что так ноль граммов так смотрим давайте вот посмотрим на вот эту красоту я сделаю конечно же отдельные видео подробно всех малышей посмотрите какая прелесть разноцветный какой ребеночек и мне кажется что это мальчик то может быть я повторяю я не очень опытный свиновод может быть кто-то из вас лучше разбираются в поросятках и сможет определить пол ребеночка так 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 100 грамм но он небольшой но в принципе у нас и лаки не крупная девочка почему я не хотела ее не планировала ее вязать давайте еще раз смотрим кто мы тут мальчик или девочка вот мне почему-то кажется что это мальчик очень нарядный очень красивый пацанчик вот это вот прелесть давайте посмотрим разноцветная тоже ребеночка так вес пока у меня тут 0 на веса давайте смотреть вес 96 грамм тоже мало до этого у нас были ребята крупнее но повторяю так и вот здесь давайте смотреть и повторяю у нас и лаки не такая чтобы крупная я поэтому не хотела ее вязать так давай посмотрим кто ты у нас кажется девочка так ну сейчас сравним 110 грамм 110 грамм так смотрим тихо 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 вот этот стопроцентный без разговора это девочка а вот предыдущий может быть тоже мальчик я не знаю вот не опытный человек в этом плане поэтому я думаю что чуть чуть попозже детки постарше станут мы с вами еще разочек посмотрим что насчет полового признака но одну девчонку сто процентов могу назвать девчонкой остальные вот тут под вопросом так скорее всего мальчишки у нас лишь как-то было немного детей пометов и мальчик был только один богданчик у няши няши еще пока беременна она повязана бонусом животик большой саживала я их всех в один день лаки была сажена вместе с ее мамой плюши с марселем так как от бонуса она тогда мне дала всех красноглазых деток вот лаки в том числе она у нас белоснежная но красноглазая затем у нас была глория рожденная от черноглазые мамы и от бонуса черноглазого тоже с красными глазками то есть вот вопрос в том что бонус у нас давал красноглазых детей не знаю будет она горошек или нет смотрите огурчик стала есть вот до этого не ела специально из теплицы принесла свежие вот только сорванные огурцы укроп горошек стручок вот здесь вот корм как всегда все что ей привычная еда и побольше вот влажной сочной пищи так что именно этим ребятам будем придумывать на боковку д остается нам определиться с полом двух поросяток последний ребенок вот стопроцентная девочка однозначно вот но времени много поэтому ничего страшного извините те друзья и подписчики нашего канала кто не увлекается морскими свинками за то что сейчас будет некоторое количество времени потрачено на видео про морских свинок потому что с дня на день мы ждем роды у няши от бонуса и если там будет интересного окраса мальчик то я скорее всего оставлю себе в разведение самца и даже имя ему придумала домашняя боня потому что мама няша дня а папа бонус бо и если сложить начало имени папы и мама получается боня вот хочется мне скажем так как нашего бонуса оставить в разведении самца но сто процентов черноглазого так как это уже будут какие-то известные мне скажем крови как они будут расти я смогу все это сама наблюдать вместе с вами для этого и я и виду собственно говоря вот эти видео дневнички наблюдение за жизнью моих питомцев ну и если вам интересно оставайтесь с нами видео про чихуашек тоже будет я уже сняла но в связи с тем что мы живем в деревне далеко от города у нас очень очень низкая скорость интернета и да я говорила или не говорила не знаю после того как вырастут дети лаки может быть я кого-то из них тоже оставлю себе пока не знаю особо не было у меня если честно не было у меня особо надежды на хорошее потомство от нашей лаки а вы посмотрите какой шикарный результат у меня есть желающие приобрести лаки в домашней в качестве домашнего любимца крайне купленные у нас девочки вирджинии и было бы здорово если две девчонки жили вместе ну вот потому что все таки она конечно для разведения маленькая по весу и по размеру плюс ко всему как бы я не знаю вот на марселе она дала деток вот такого окраса вроде бы у всех темные глазки но сама она с рубиновыми глазами и я пыталась пристроить лаки в течение вот было наверное 7 месяцев с ее момента ее рождения никому была не интересна эта девочка именно из-за красных глаз чисто белая девочка с черными глазами у меня есть в разведение крупная самочка она у нас рожала вот как бы от нее у нас как раз оставлены себе валенсия и позже если я тут еще оставлю себе самца все равно будем вязать такая хорошая крупная девочка из питомника шангрила предки пардословный там и питомник тоттора блин все время путаю название тоттора как правильное ударение ставить извините надеюсь владелец питомника не очень сильно на меня обидится тоттора по моему или тотора ну одним словом вот такой результат на сегодняшний день я безумно рада и вазолаки все с ней хорошо как вы видите отличный аппетит и даже нелюбимый ею огурчик она с удовольствием сейчас кушает принесу я еще в последующем и петрушечки и укропчика здесь у нас опять просто в теплице проросло и просто принесу и трава и одуванчики мокрится сейчас я почему повязала сейчас кстати говоря вот девчонок не побоялась потому что благодатное время года когда вот мокрится у нас из теплицы укропчик мята свежая то есть скажи дай сюда огурец и нарушение кушать вот таблирон чипа в общем-то детишки пробовали и мама ела благодатное время года потому что все витамины для наших морских свинюшечек растут у нас в огороде и в теплице и просто огороде поэтому желаем лаки хорошего аппетита чтобы у нее было побольше молочка а детишкам хороших приростов потому что когда у мамы все хорошо с молочком и детки растут хорошо а также по поводу значит вот плюши мамы лаки плюша не забеременела вот лаки уже родила плюша не забеременела и я ее пыталась садить с веснушкой и валенсии трех самочек в один большой стеллажик плюша после саживания с самцом агрессивно ну короче она кусала этих маленьких молоденьких самок мне пришлось ее отселить обратно к марселю потому что она не хотела ни с кем из девчонок дружить и саживаться если в общем у нее с таким характером еще и не получается потомство то скорее всего плюша у нас будет тоже в поисках нового дома она хорошая здоровая активная молодая самочка но первые роды у нее прошли как-то плохо вот из этого помет у нас лаки вся история рождения появление лаки на свет у нас есть отображена на канале нашего питомника в подробных видео и собственно говоря ребят ну как бы зачем такую самку оставлять если она так плохо тяжело рожает после этого теперь она даже не беременеет но у меня есть тем более молодые самочки которые подают хорошие надежды и в общем планы есть на дальнейшее разведение морских свинок лучше я буду оставлять себе крепких крупных самочек и подбирать под них самцов а вот ну вот такие новости про морских свинок на сегодняшний день я на этом с вами прощаюсь видео про свиночек я еще сегодня буду делать поэтому если вам интересно оставайтесь с нами а если вы интересуетесь морскими свинками простите меня за эти видео потому что мне придется их опубликовать и снять так как вот это замечательное время первые часы жизни поросяточек мне уже потом не вернуть если я взрослую свинку в любую минуту вам могу показать это мало что меняется то вот эти вот первые часы и дни от рождения когда дети растут и меняются это очень интересно и если я сейчас их не засниму на видео но мы с вами уже это все не вернем нет такой у нас возможности вернуть время назад видео про чихуашек конечно будут и я их показываю в принципе каждый день и сегодня уже тоже сняла видео про чихуашек просто медленная скорость загрузки интернета не дает невозможности быстро доносить рассказывать все новости доносить до вас новую информацию которая у нас происходит появляется в нашем питомнике стараюсь как могу ребят все для вас все я с вами прощаюсь ненадолго увидимся в новых видео всем пока пока и до новых встреч